Последовательность сходящейся. То есть, проще говоря, надо понять, что такое предел, и понять, какие есть простейшие свойства у предел. Это совсем просто, но давайте поговорим. Вот пусть у нас есть последовательность А1, А2 и предалечества. Что значит, что она длинница или бесконечность? Что значит, что она стремится к какому-то числу? И что значит, что она стремится к бесконечности? Заметьте, не плюс бесконечности, а бесконечности. Сейчас объясним. Давайте я напишу эти три пределы. Мы говорим, что последовательность стремится к плюс бесконечности. Если для любого числа С существует такое натуральное число К, что для любого натурального Н, является первым шажком для изучения анализов. Пока вы это не поймете, в общем, дальше бесполезно все рассуждать. Давайте лучше всего, наверное, поговорить о шахмах сейчас. Вот что значит, что я могу поставить мат в один ход? Ну что, вот этот ход закончится партией. Это значит, что существует выигрывающий ход. Ход, который ставит мат. Так? Существует. И вот я его показываю, и все. Отлично, я победил, молодец, все хорошо. Отлично. Что такое не выигрывающий ход? А как бы ни ходил противник, он сейчас получит мат в один ход. Это лучше так. Для любого. Для любого хода моего противника существует ответ, который заканчивается. Судателем мат. Так? Отлично. А теперь вопрос. Что такое... Нет, почему-то так. Что такое мат в два хода? Что при условии... Существует такой ход, что как бы ни ответил противник, существует ход. Но у нас же здесь наоборот. У нас хотя бы другая. Но идея, что все время меняются существования для любого, она ровно даже... Так может быть, если мат в четыре ходы... Конечно. 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 И, между прочим, из этого абсолютно понятно, почему большинство людей видят мат в один ход. Почему надо немножко позаниматься шахматами, чтобы видеть мат в два хода. И почему очень немногие люди быстро видят мат в три хода. Ну а в четыре это вообще тяжело. Некоторые проще трудятся. Нет, потому что бывают всякие супер-гинии. Я понимаю, я говорю про обычный, совсем обычный тревог. Вещь очень простая. Потому что количество вариантов для перебора очень многостая. Ведь что происходит? Скажем, когда у вас мат в два хода, то надо придумать такой ход. Это какой-то один ход, да? Что для любого ответа противника, внимание, придумать этот ход вот один ряд. Для любого ответа противника есть такой наш ответ, правильно? Ну, который заканчивается. Вот это мат в два хода. Так надо еще придумать какой-то ответ. Что такое мат в три хода? Такой ход, что для любого ответа противника существует такой ход, что для любого ответа противника мы их не задаем. Согласны? Ну и так надо реализовать эти изделия. Ну, раньше, когда это сейчас. Очень понятно. То есть, любая перемена квантов, это на самом деле очень тяжело. И прекрасно известно, что пока человек говорит фразу, существует что-то, обычно он это понимает. Или для любого выполнен тот. Обычно это тоже человек легко понимает. А вот уже даже когда есть одна перемена квантов, это уже тяжело. Для любого человека, для любого шахтового хода, для любого числа, для любого, там, что-то существует. Уже это вот тяжело. Давайте смотрите, поняли ли вы этого? Что здесь написано? Для любого числа можно отбросить несколько номеров, там, с первых двух капель, и гарантировать, что все члены последовательности больше, чем цель. Теперь давайте взять пункт B. Что такое предел последовательности равен чувству B? Для любого числа. Для любого числа выше у меня. Понятно? А что для любого числа выше у меня? Ну и такое K. Как разность между АН и B меньше, чем цель. У тебя в порядке? Да. В большинстве присутствующих не очень понимают, что здесь написано. И поэтому мне надо объяснить только. У нас тут не понимает? Да, да, да. Что значит B отличается от АН, нам меньше, чем от Цель. А очень просто. Это есть вот такие числа. B-C и B-C. И все, 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 вся последовательность, кроме, может быть, нескольких первых членов, содержится в этом интервале. Понятно? Обычно, я говорю, интервал является ловушкой. Это не термин, но такое вполне понятное. Что, может быть, несколько первых лежат вне, но с какого-то момента вся последовательность. И что интересно, Цель можно взять и выгоду. То есть, если мы резко уменьшим интервал, все равно. С какого-то момента будет там. Очень важно. Иногда удается сказать, зная число С, какое взять К. Иногда не удается. То есть, бывает так, что в обсуждении качественного анализа, мы просто знаем, что оно есть. Но не можем выпустить форму, как по С получать К. Тоже, возможно, в принципе, такое тоже иногда бывает. Так, хорошо. Это предупредел. Теперь давайте возьмем... Что? Что такое бесконечность? Львов Цель. Существует К. Такое, что для львов Н. Как только Н больше К, так сразу, МОДУЛЬ, АН, НАВАН, БОЛЬШЕЙ Цель. Это типа расходящиеся. Стремиться к искать личности. Это что означает, Леонид? Что вы берете, вместо С, число 25. Начинаем с некоторого момента, по МОДУЛЬ они больше, чем 25. Может быть, некоторые положительные, какие-то отрицательные, может, все положительные, может, все отрицательные. Но вот они все по МОДУЛЬ больше, чем 25. Что? А чем вы отличаетесь от такой МОДУЛЬ? Это вопрос. Очень сильно. Просто, на кого получается, бесконечность... В одном случае стремление к плюс бесконечности. Куда идет это все? А в другом случае последовательность может нотаться. То есть, смотрите, последовательность, которая задана вот такой формулой. минус 1 в степени n умножить на метр. Она, безусловно, стремится к бесконечности, но мы не можем сказать, что она стремится к минус бесконечности. И не можем сказать, что она стремится к плюс бесконечности. Нет. Вот она стремится просто к бесконечности. Так. Может, это я писал хорошо? Да. Наверное, еще писать, потому что писать больше не было. Можно писать, а можно и не писать. Потому что, понимаете, если я возьму это отрицательное С, то не равенство быть вверху. Всегда. Вверху не вверху, в чем проблема. Так, ну вот скажу, я дал вот эти вот три определения. Наверное, нужно с ними немножко поработать. И работать мы с ними будем с дальнейшим образом. Значит, во-первых, практика показала. Загоническая. Что очень полезно, кроме вот этих вот трех определений, ввести еще несколько. И поэтому давайте я их лучше напишу. Давайте я их лучше напишу. А именно, G. А, N – это O маленькая объемница. Так называемая бесконечно малая последовательность. Это в точности означает, что предел АН равен. Я, конечно, могу это и расписать. Для любого положительного числа существует такой край, что как только N больше край, так сразу. А N по модулю меньше этого положительного числа. Что? Ну, это же B. Нет, B стремится в любом участке. Ну, а B это можно поставить как 0? Можно, можно. Так, просто когда последовательность стремится к нулю, поскольку это бывает очень часто, то пишут, что это O маленькая от единицы. Чёрточка сверху – это O маленькая. Замечательно. Он D. А N – это O большой. О большой. Это вот что означает. Существует такой цель, что для них было N, а N на этом меньше C. В чём деле? Это последовательность, которая никуда не девается дальше, чем какой-то отрезок. Не обязательно. Можно стремиться, можно и стремиться. Важно, что она ограничена. Итак, словами. Это звучит вот. Функт G называется бесконечно малая. Бесконечно малая. А пункт D – это называется ограниченная. Привет. Просто этот словарик мне обязательно нужен. И хочется сразу меня узнать, чем по одному слову. Так. Пока всё понятно? Да? Хорошо. На самом деле есть ещё много всего. Но… Здесь всё. Давайте уже это начинаем решать. По ходу дела ещё будет возникать. Тогда и введём. Задача такие. Последовательность A1, A2 и так далее, и так далее. И последовательность B1, B2 и так далее, и так далее. Пусть обе ограничены. Докажите. Докажите, что если мы подчленно их послужим, то есть, как раз у нас такую последовательность, то она тоже. Докажите. Это один факт, который можно показать. И если мы перевнушим, она будет тоже ограниченная. Почему? И даже лучше сказать, чем? Да. А. Ну конечно. Представьте, что все H меньше, чем некая числа C. Представьте себе, что все B меньше, чем некая числа B. Ну понятно, что в таком случае A, N, B, N будет меньше, чем C. То есть, это очевидно. Когда вы складываете, то есть, если вы прочитаете и умножаете ограниченные впоследовательности, то проблемы совершенно некой. Так? Хорошо. Следующая задача такой же степени очевидности Представьте себе, что у вас последовательность A1, A2, A3 и так далее ограниченная, а последовательность B1, B2, B3 и так далее бесконечно малая. И вы перемножаете. Как вы считаете, что в таком пути получится? Замечательно. Как это доказать? Это сложнее, но они бесконечно малые. Произведение бесконечно малой на ограниченную, это бесконечно малая. А чем меньше на чем? Меня сейчас интересуется, чтобы вы выходили в эту формулу. Пройдите небольшое время, вы совсем привыкли к этой формулы. И можно говорить, что два члены и почти дальше. Но пока давайте отправимся. Итак, что у нас реально есть? У нас есть ограниченная последовательность. Замечательно, давайте это напишем. Для любого числа N у нас выполнена такой нерависть. Так? Все окончено. Теперь, мы хотим, чтобы последовательность была бесконечно малой. Что мы для этого хотим использовать? Ну, то, что H не очень большая, а B стремится к нулю. Как это сказать? Очень просто. А N умножить на B стремится. Смотрите. Меньше чем C умножить на ε делить на С. Если мы уже знаем, что BN меньше чем ε делить на С. Вот представьте себе, что у нас есть какое-то положительное число ε. Я хочу, чтобы произведения AN и BN было бы меньше чем ε. Замечательно. Как я это напишу? Это очень просто. Я скажу, что произведение меньше чем С умножить на ε. А это ε? А? А это ε. Это ε, да. А ε маленькое. Нет, не важно. ε в любое положительное число. Важно, что вот это у меня для любого N. А вот это для любого N большего какого-то числака. Какого числака? А вот того, которое там в определении не написано. То есть надо взять... Смотрите. Вот написано, когда мы определимся, конечно, малую последовательность действий. Что? Напишу я. Иначе я боюсь, заботитесь. Вот так вот записано. Для любого ε больше 0, существует такое k, что для любого N, как только N больше k, так сразу, а n, по-моему, меньше ε. Согласны? Вот это за это мнение, конечно, малую. Замечательно. Так вот, возьмите здесь, если здесь речь идет о любом числе, то возьмите вместо ε. Это можно. Оно такой же любое, как и все остальные числа. И тогда здесь будет... Ну и вместо A возьмите B, потому что у нас B. И будет вот то самое негативное. Так, уговорим? Уговорим. Отлично. Отлично. Это уже прорез. Теперь давайте доказывать... Давайте доказывать теорему о пределах. Их совсем не много. Из них, в общем-то, две очевидные, а одна неочевидная. Тоже простая, но неочевидная. Поэтому... А1 плюс B равен... Имеется в виду, что вообще-то предел не всегда существует. Но вот если последовательность A1, A2 и так далее, и последовательность B1, A2 и так далее, имеют пределы, то так далее и этот уже имеет. И причем он раньше не был. Это одно разинство. Другое разинство... Когда вы перемножаете. Оказывается... Будет то, что означает... Если О предел существует, то это все существует. А вот третье, оно более хитрое. Предел... Предел... А1 делить на Bn... Это есть частное пределы... Но вот здесь очень важная вещь. Надо обязательно потребовать, чтобы это отличалось от 0. Потому что иначе у нас получается деление на 0. Вот... Если последовательность B2 и так далее сходится к какому-то числу B, которое не равен 0, то в таком случае, если последовательность A тоже сходится к какому-то числу, частное будет 0. Вот это очень важное свойство. В предыдущих было бы разница. Стремиться, стремиться... Все равно... Все было хорошо. А вот для этого обязательно нужно, чтобы в частном нам было бы не 0. Вот видите, иначе... А предел какой? Надо бы изобрать несколько вариантов разницы. В смысле? Несколько вариантов? Ну вот. Мы не знаем ничего... Предел какой бесконечности или число. Нет, секунду. Секунду, секунду, секунду. Когда я здесь пишу, то имеется в виду, что это настоящее число. Когда... А, пределанное число? Да, пределанное число. А, все. Нет, вообще идея, скажем там, делить бесконечность на бесколечность, она абсолютно не здоровая. Кстати, давайте я объясню, почему это делается. Это очень важно. Это уже не было данное. Нет. Почему идея делить бесконечность на бесконечность? Да. Смотрите. У нас есть стремящая бесконечность на последовательность nHn, которая равен n. Есть такое? Есть. А есть другая последовательность. n квадратная. А есть последовательность n квадратная. Да. Вот давайте посмотрим, что бывает, когда вы, например, n делитесь на n. А когда вы n делитесь на n квадратную, а когда n квадратная, я не знаю, бесконечность. Бесконечность. Не чайный вопрос, зачем я здесь написал еще n квадратную. Если вы не знаете, объясните такую вещь, что вот этих видов бесконечности, их на самом деле не n квадратная, а их по крайней мере бесконечно много. Понятно, правда ли? А на самом деле есть еще хуже штука. Например, а что такое n квадратная. Это бесконечное число. Раз сильнее, чем n. Понятно, да? Но при этом, наоборот, слабее, чем n. Или еще такая вещь. n корней третьей степени. Ну, кто выучит логарифм, узнает, что бывает такая вещь, как n логарифм. Она слабее всех вот такого типа, но при этом сильнее, чем n. То есть виды бесконечности бывают разные, виды бесконечности могут с разной скоростью появиться бесконечности. И что еще может быть? Бывает, что последовательность как бы быстро-быстро пошла, потом запомазила, может еще вниз пошла, потом опять просто. То есть поведение последовательности бывает чрезвычайно и заснимательным. И поэтому следует всегда все-таки следить за тем, чтобы ваши слова имели точный смысл. Пожалуй, лучшее, что я на эту тему знаю, это такой вот преподавательский недостаток. То есть представьте себе, что вы преподаете математический анализ. И объясняете именно человеку, что еще что. Смотрите, когда вы берете предел, когда х стремится к 8. 8-ми бесконечности. 8-ми бесконечности. 8-ми бесконечности. 8-ми бесконечности. Чему граница? 1-ми бесконечности. А? Ну бесконечности, конечно. Потому что число мало отличается от 8, значит это мало отличается от 0. Когда вы единице делаете на очень маленькое число, то получается большое число. Стремится к бесконечности. Все поняли? Да. Все поняли. Отлично. Скажите, пожалуйста, а когда х стремится к 5, единица является на х-5? Бесконечности. Ну да. Согласны? Ну как, здесь надо, мы возьмем, мы положим маму. Здесь надо положить маму. Она какой бог. Понимаете, как только вы теряете, что называется, смысл происходящего, сразу начинаются такие вещи. Вы здесь скажете, что это, так сказать, прибыль, но это, так сказать, прибыль. Но если вы возьмете лекции для физиков, они сейчас по-другому. Пожалуйста, любому советую посмотреть. В физтех свои лекции выложите отсюда доступ. То вдруг обнаружите, что физики вот ровно так объяснят. Почему? Почему? А потому что им нужно быстро объяснить все, что им на самом деле нужно знать, что скорость есть производная от кое-кому расстояния, ускорение есть производная от скорости. Но им хочется, чтобы это прозвучало, как Игорь Понаучник. И в таком случае они начинают говорить такие вещи. Вообще, всегда, если вы что-то серьезно учите, то это всегда очень легко. Если в какой-то момент вы теряете нить и перестаете понимать, то вы вынуждены использовать аналогии, наводняющие соображения, какие-то такие тонкие переживания. И это сразу становится тяжело. И некоторое время еще на этом можно пройти какое-то время, не понимать и даже правильный ответ получать. Но довольно скоро кончится и выяснится, что все, лучше чуть-чуть. Нет, теория студентов в планете. Это теория. Это теория. А вот это принцип, или вообще, вот, скажите, или... Нет, секунду, стоп, стоп, секунду. Теории студентов в планете, теории, по ней читаются курсы. Что называется, вполне. Но, это настоящие математические курсы по ней читаются. Потому что это физические... Нет, очень ужасные последствия. Философские последствия для тех, кто ничего не понимает. Ужасные. Есть такие ужасные наусти, те, кто вполне себе умеет. Итак, я призываю вас сейчас суммы доказать вот эту обсуждение. Очень простая, вот, но важно. Строго. Мне жалко на это время. Мы должны строго доказать, что пределы суммы равен сумме пределов, если обе последовательности сходятся. Ну, наверное, это... То, что... Не торопись. Слушай. Первый. Хорошо. А большое конусальное, по-моему, это больше есть. Да. Аналогичный штук наворачиваем с B. Да. Ну, складываем сумму. Получаем, что у нас есть... Ну, типа, сумма модулей всегда не меньше, чем модуль суммы. Поэтому приятная вот такая штука. Ну и, собственно, это все. Ну, можно здесь сделать эпсилон пополам. Здесь будет просто эпсилон. И мы тогда для него... Эпсилон потратим. Угу. Спасибо. Спасибо. Нет, эпсилоны. Во-первых, по сути, вы правы. А мы не правы. Сейчас вы скажете. Садитесь в сюжет. Сейчас вы скажете. Для начинающих это было слишком быстро. Поэтому давайте я то же самое скажу. Ну, можно сказать, медленно. Первое. Все-таки давайте мы с вами право запишем то, что вы здесь проявились писать. Здесь было написано так. Для любого эпсилон больше нуля. Существует эль. Какое что для любого эль. Вы хотите на то, я еще раз просто поставить? Да. Как только n больше b, так сразу b минус b не меньше, чем эпсилон. Видите, сколько это было? Да. Давайте, во-первых, обсудим. Почему он здесь имел право написать эпсилон пополам? Очень просто. Потому что на самом деле роль любого положительного числа эпсилон пополам может играть так же весело, как и эпсилон. Половину положительного числа это положительное. Причем любое положительное число является половиной эль. Какого-то, да? И наоборот. Так. Это понятно. Это почему я читал пополам написал. Вот. Теперь дальше смотрите. Здесь было эль. Здесь было х. 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 В таком случае, если у нас n больше этого максимума, то автоматически n будет и больше n, и больше k, поэтому неравенство терпит. Хорошо. А вот теперь смотрите, вот это очень важно. Вообще-то, одна такая огромная тема в математике называется неравенство треугольника. Если у вас есть абсолютно любое число α и другое число β, то неравенство такое неравенство. В диаметре называется неравенство треугольника. Для чисел оно совсем просто. Ну, давайте подумаем. Например, если оба числа положительное, то здесь просто равно. Если оба числа отрицательное, то здесь тоже равно. Если одно число положительное и другое отрицательное, то это будет меньше, чем это. Понимаете, да? Так что всегда верну. И на самом деле можно было бы не так писать две стручки, а по сути вы написали следующее. Что вот когда берёшь, что вот когда берёшь по полам плюс ε по полам плюс ε. Идея понятна? Да. Сейчас есть вопросы. Ребят, лучше задать вопрос сейчас, чем потом перестаклинивать. А? В конце этого и ε по полам плюс ε по полам плюс ε по полам. Ну, конечно. Он же сказал, что вот это было меньше, чем ε по полам. И это меньше, чем ε по полам. А вместе я писал. Всё хорошо. Так. Доказали? Доказали. Доказали. Спасибо.